Здравствуйте! Вы смотрите «Жесть» о самых резонансных криминальных новостях. Расскажу вам я, Анастасия Лаврова, в этом выпуске. В Омской области в поселке Новоомске по горячим следам задержали насильника-рецидивиста. Преступление было совершено в условиях неочевидности, то есть без свидетелей поздно вечером. Потерпевшая женщина не смогла разглядеть лицо насильника, но оперативники провели поквартирный обход. Одна из запрошенных вызвала у силовиков подозрения. При обходе подозрения вызвала одна из семей, где версия о месте нахождения лица мужского пола, ранее судимого за аналогичное преступление, была достаточно неправдоподобной и периодически пояснения относительно того, где находился этот молодой человек, менялись. Женщина, которая путалась в показаниях, оказалась сожительницей этого мужчины. Дмитрию 35 лет. Он нигде не работает. По версии следствия, Дмитрий пьяный вечером шел домой, когда увидел одинокую женщину. Затащил ее в кусты и надругался над ней. Впрочем, все это Дмитрий изложил в письменном виде. При работающей видеокамере говорить отказался. В каком направлении шла женщина? Пошел в итоге Дмитрий в СИЗО. Его арестовали. У мужчины рецидив. Ранее он был судим также за преступление в половой сфере. Если суд признает вину жителя Омского района, в колонию он может отправиться на 6 лет. Сегодня в центральном районном суде Омска вынесли приговор Александру Челединову. Летом он пытался угнать автомобиль. Задержали Челединова полицейский. Когда злоумышленника доставили в участок, выяснилось, что он проходит по еще одному уголовному делу. Юлия Воробьева узнала, на сколько сел Челединов. Я его не ловил и поймал в милиции. Они на месте его издумали. Они приезжали на вызов на другой. По-другому вызову. Он сидит, ковыряется. Я спрашиваю, как они меня висели. На всякий случай. Что ты делаешь? Жду подругу. Приди документы. Я говорю, ты друг подруга. Летом Сергей чуть не остался без машины. О том, что его железного коня пытались угнать, узнал от сотрудников полиции. Проезжающий патруль увидел, как мужчина пытается завести машину. Подойдя поближе, полицейские обнаружили, что незнакомец соединяет провода. Позже следователи выяснят, что уехать на чужом автомобиле пытался Александр Челединов. Назовите правильно. Ваше имя не может. Челединов Александр Андреевич. 14-го, наступивого года рождения. Челединов рассказал, в тот день хорошо выпил. Решил навестить свою девушку. Пешком идти было далеко, поэтому мужчина решил доехать на чужой машине. Ножом вскрыл дверь. В салоне перерезал провода. Завести авто налетчик не успел. Его задержали сотрудники ППС. Уже в отделении полиции стало известно, что Челединов также проходит подозреваемым по еще одному уголовному делу. В мае он украл сотовый телефон у своего знакомого. Органом дознания Челединов обвинялась в совершении кражи, то есть тайное хищение чужого имущества, также в покушении на угон. С учетом того, что ранее подсудимый был судим, имеет неснятую непогашенную судимость, в его действиях усматривается рецидив преступления. Кроме того, данные преступления были совершены им в период условно-досрочного освобождения. В связи с этим, по совокупности приговоров, стороной обвинения было предложено наказание в виде трех лет лишения свободы. В своем последнем слове Челединов просил не наказывать его слишком строго. Скоро он станет отцом. Та самая девушка пришла поддержать Александра перед долгой разлукой. Я прошу всего лишь, ну, не мешай мне свободы. Но все-таки не делают преступления, которые могут быть, ну, не знаю, нарушившись, но я не знаю. Ну, не знаю, с них работают девушки, которые мне говорят, скажите, может быть, все это получится. Прозвольте, пожалуйста, так, сдавайте вперед. Мы считаем, что мы преступником, рассказывающийся преступником, может быть. Несмотря на столь пламенную речь, суд признал Челединова виновным и приговорил к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. К другим темам. В смерти промышленного альпиниста никто не виноват. Следователи провели проверку по факту падения мужчины с 30-метровой высоты на одном из омских заводов. Тогда оборвался трос. Как установили сыщики, промышленный альпинист сам пренебрег правилами техники безопасности. Потерпевший самостоятельно отстегнулся от двух страховочных тросов, в результате чего нарушил правила охраны труда. Соответственно, произошло падение его. Следователи установили, что промышленный альпинист погиб в результате несчастного случая. Поэтому из-за отсутствия состава преступления возбуждение уголовного дела отказали. Собачья будка стала поводом для раздора у соседей. Жители частного сектора Омска на улице Багратиона обратились в суд. Сами решить проблему не смогли. Злая собака, по мнению взыскателей, мешала свободно передвигаться по двору. Соседи убирать животное отказались. Дело осложняло то, что конфликтующие стороны живут за одним забором. А земля оформлена в долевую собственность. Как решили ситуацию и всех ли это устроило, знают наши корреспонденты. Тузик встречает нас громким лаем. Дворняга никого не признает, кроме хозяев. Владелец собаки Ромай Ахмедшин установил будку прямо на дороге. Тузик добросовестно охраняет территорию. Да так, что никто, кроме Ахмедшина, не может ходить по участку. Земля в долевой собственности четырех человек. Одна из них Наталья Белозерова. Папа вечером после работы пошел за дровами, собака на него кинулась и укусила за ногу. Нам пришлось обращаться в больницу, то есть судебная экспертиза. Каждый поход к своим постройкам у нас огромная неприятность. А у нас есть дети в семье, мы очень за них переживаем. Возможно, просто выжить у нас хотят. Наталья добавляет, все попытки мирно договориться с соседями провалились. Ромай Ахмедшин не согласился забрать Тузика в свой дом. Мы попытались узнать у мужчины, зачем он натравливает пса на Белозеровых. Убирать будете? Или она здесь будет? Ситуация с бдительным четырехлапым охранником дошла до абсурда. Тузик не давал Белозеровым пройти в собственную баню. Отца Натальи искусал. Белозеровы обратились в суд. И суд они выиграли. Суд в пользу взыскателя принял решение перенести место для собаки, чтобы обеспечить беспрепятственный проход к служебным постройкам. Ромай Ахмедшин перенес будку Тузика, цепь укоротил. Но Наталья Белозерова будет еще обращаться в суд. Женщина хочет, чтобы собака жила в доме своих хозяев. Звонкий лай не дает покоя ни днем, ни ночью. Договориться соседи вряд ли сумеют. Поэтому судьба Тузика станет известна после очередного судебного процесса. Выдворенный нелегал из Таджикистана так хотел остаться в России, что пошел на преступление. Он сменил фамилию и имя, получил новый паспорт. По поддельному документу пересек границу. Подробности у наших корреспондентов. Был. За тобой Хайдар Махмудович остался. Я раньше Хайдар любил. Хайдар Рождеев? Да. Слышал. Я Хайдар Резон. Так. Ну а теперь вообще Абубакар, да? Абубакар? Это имя сподвижника, да? Угу? Имя сподвижника. Мужчина признался, что его вторым именем стало имя идеологического сподвижника. В прошлом году уроженец Таджикистана нарушил правила режима пребывания на территории России, за что был выдворен за пределы страны. По решению суда иностранцу запретили появляться в России в течение пяти лет, то есть до 2019 года. Однако выходец из Средней Азии в очередной раз нарушил закон. Зная, что законом попасть на территорию нашей страны он не сможет, гражданин Д принял решение сделать это нелегально. Находясь в республике Таджикистан, он сменил фамилию, имя и отчество и получил паспорт на новые установочные данные. В последующем, используя новый паспорт, нарушитель неоднократно посещал нашу страну нелегально. Как сам признался мужчина, каждый раз, пересекая границу, понимал, что нарушает закон. Для чего он так часто приезжал в Россию, сейчас выясняют оперативники. Имя с подвижника поменял. Ты фамилию еще поменял? Ты же не только имя поменял. Училок это фамилия моей мамы. Житель Таджикистана нарушил закон России, поэтому судить его будут по законам Российской Федерации. За незаконное пересечение границы ему грозит до четырех лет колонии. На сегодня это все криминальные новости. Смотрите жесть на сайте antena7.ru и в группе ВКонтакте. Увидимся завтра. Будьте осторожны, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин